Он ювелир, у него сын вчера родился, а ты его просишь об аккуратности. Серега ни разу не укручивал сабы, да? Ты на 3D принт его, да, заказываешь? Приветствую всех на канале Автостиль Арзамас. Сегодня у нас будет обзор 12-дюймового сабвуфера EDGE EDP-122 SPL. Предшественник этой двенашечки, его родоначальник, помните такие губастые 12-дюймовые сабвуферы, с которых мы 150db тогда выжили и были очень популярны, E6 которые, это E3 модель. Ребята, у этого сабвуфера 3-дюймовая американская катушка, 3 кВт пиковой мощности и 1,5 кВт номинальной мощности. Подвес из пененой резины еще шире, это свидетельствует о чем? Того, что он длинноходный, X-Max у него запредельный. Я предлагаю его вкрутить в короб, поснимать ход, поснимать красивые кадры, вам это все показать, а потом поделимся вместе впечатлениями. Ну, первые впечатления какие? Мощная вентиляция магнитопровода. Акустические провода непосредственно подходят к подводящим контактам. Мощная летая корзина, диффузор из пененой целлюлозы, такой мощный, прошитый подвес. И все-таки вот он стильный, да? Ну, вот эти вот оранжевые буквки, это оранжево, а вот здесь вот этот тертый алюминий такой, стрит и спель, уличная серия, уличный громкий автозвук, сегодня у нас на обзоре. Самое главное забыла сказать, да? Давайте два таких сабвуфера вкрутим. 15 990, цена каждого из этих сабов. Донором сегодняшнего нашего обзора будет тачка Сергея, она собрана на Диле Аудио, мы сейчас сабы Диле Аудио, пока Серега не знает. Выкрутим, вкрутим туда и жи, и трэшанем, погнали. Давайте сделаем ставки, Серега переобуется насчет сабвуферов или нет. Мы изначально хотели в короб на трубе вкрутить один сабвуфер, да? Но потом все-таки, все-таки вот просится два, да? Короб от Стаса Певти, Экспонента, мощный 3-киловаттный усилитель, секция Титаната под капотом, какая нахуй одна двенашка, две двенашки, трэш и рок-н-ролл. Сереге здесь лайфхак. Можете заказать на Озоне. Попробуй коду Диле Аудио. Вот так у Сереги. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ребят, комплект 16-сантиметровых динамиков я подарю одному из вас за оригинальный комментарий под этим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вторую пару динамиков мы разыграем в нашем телеграм-канале в честь того, что у нас тысяча подписчиков. Спасибо вам огромное за это. Будьте активнее и желаю всем удачи. Ребятушки, я считаю достойной замены своим предшественникам за свои скромные 16 тысяч рублей. А в нынешнее время это уже скромная сумма для автозвука. Ребят, ну и честно сказать, литая корзина, полтора киловатта РМС. Честно сказать, я думаю, мы их положим. Мы ведь любим сабвуферы в перегрузочную способность так X2, X3 загонять, да? Или в динамике лить там тройную мощность. А почему они у нас не горят? А вот это уже секрет. Ребят, честно, да, повторюсь, что, ну, я думал, мы их сожжем. Но неумышленно. Думаю, ну, механически развалится там превышение хода. Многие из вас видели, да? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что так делать нельзя. Я об этом прекрасно знаю. И советую вам так не делать. Да, 11 вольт на приборах. Клип моргающий. Серегу до клипа не доводили аудио. Вот они у него и живут, да? Серега красавчик. Серега, ну, достойная замена? Нет? Серега задели, двор стреляет в упор. Но, честно, меня вот эти сабики порадовали. Я не то, что призываю вас, а обратите на них внимание. Стильный фирменный дизайн. Литая корзина. Полтора киловатта РМС. Три киловатта в пике. Ну, и очень удобно, да, вот эти вот. Вот, на мой взгляд, все-таки это удобно. Нежели вот к мощному сабвуферу прижимные терминалы. Ребят, спасибо, что вы с нами. Двигаетесь музыкой. С наступающим вас Новым годом. Хотя до Нового года нам еще как, до Китайской Пасхи, да? Напоминаю, что вот эту пару динамиков я разыграю среди вас. А вот эту пару динамиков, они, собственно, у нас одинаковые, мы разыграем в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь на наши ресурсы, на наши соцсети. Спасибо, что вы с нами. Двигаетесь музыкой. До скорых встреч. И всем пока. Вот так не надо делать, вот так надо делать. Будь добры. А как думаешь, там будут говорить, что ты одну коробку показал? А я разные показал. Я клянусь, отвечаю, что разные показал. Вот они. Все свои выигрывают. А да, кстати, хочу внести ясность. Многие из вас думают, что мы полудурки Халка подмухлевали и разыграли. Ребят, нет. Руслан, который выиграл Халка, он проживает в нашем городе. Арзамас, он наш соотечественник. Это не подстава, это ничего. Я думаю, если под подставу была, мы бы хер, давай его показывали. Суть такая. У него просто разрядился литий-железо-фосфат. И он хотел его зарядить трехамперным зарядником. Я говорю, братан, мы мастеечим 40-амперного. Три дня будем заряжать. Ну, в общем, просто он приезжал на подзарядку, так скажем, в целях профилактики. Но это небольшое отступление. Всем пока. Братцы и баса. Мотовый кузов, хромкотки Кати, топи Фронтера. Валит автостильно, положит своя атмосфера. Так, море тачки, все, догнали. Редактор субтитров А.Семкин Вадим, у меня нос чешется, как будто я хочу нажираться. Ребят, давно я такой мощный басухи не слышал, честно скажу. Не сезон, но, короче, это впечатляет. Впечатляет. Вот это, да, вот это позитивный трек. А то Серега как бы трек для погребения включил, ну, прости господи. Ребят, сейчас, короче, будем снимать концовку. И поделимся с вами впечатлениями. Сейчас я немного отойду, а то у меня шарашок. Такой волной басы, еще разок. Так молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова